Фильмы, начинающиеся с надписи и основаны на реальных событиях, не теряют популярности из года в год, и в настоящее время по кинотеатрам проходится целая волна биографических картин. Это неудивительно, ведь с коммерческой точки зрения они имеют внушительный ряд преимуществ, например, изначально обладают большим рекламным потенциалом. Сами подумайте, из-за остроты событий фильм пойдут смотреть и без всякого пиара. Роли реальных личностей часто интересны знаменитым актёрам, журналистам всегда есть что написать про реальное кино, которое затрагивает реальные события. Плюс, подобные фильмы часто попадают в номинации на различные премии, в том числе Оскар, и даже выигрывают их. В конце концов, зрители склонны воспринимать их с меньшим скептицизмом и прощать многие недостатки. Звучит почти идеально, но... Сегодня я хочу поговорить о двух проблемах, которые преследуют абсолютно все фильмы, основанные на реальных событиях. Но не поймите меня неправильно, такие картины могут быть вполне достойными или даже стать шедеврами, и в описании я оставил свою любимую из них. Однако, тех неприятных моментов, о которых мы поговорим, всё равно не получится в той или иной степени избежать. Первой и наиболее очевидной проблемой является художественно-техническая сторона вопроса. Чтобы фильм получился интересным, история должна быть построена по принципам драматургии. Вообще, искусство драмы – это отдельная и очень обширная тема, о которой я ещё не раз коснусь в своих следующих видео. Чтобы не превращать это эссе в лекцию на несколько часов, скажу максимально кратко. По сути, драматургия – это искусство преподнести историю увлекательно. Литература, театр, кино и даже видеоигры подчиняются её законам. А вот реальность нет. Жизнь слишком хаотична и сложна, а характеры реальных людей противоречивы. Более того, давайте будем честны. Большинство из нас тянут в лучшем случае на антигероев. Про исторических личностей и рок-звёзд я вообще молчу. Также следует учитывать хронометраж. Даже книгу часто сложно уместить в полтора-два часа, не порезав при этом как следует. Чего уж говорить про долгие годы, бесконечно богатой на эмоциональные происшествия жизни. Когда я читаю биографические романы, порой кажется, что история вот-вот достигнет своей кульминации, а за ней последует закономерная развязка. Однако вместо этого она продолжает свой непредсказуемый путь. Непредсказуемый здесь означает нарушающий ожидания. События в жизни могут не вытекать логически одной из другого, что просто необходимо для классической сценарной структуры. Также они могут быть недостаточно выразительны, чтобы иллюстрировать изменения в характере человека или вообще быть нелепыми и неуместными. Именно поэтому часто приходится их исключать и даже выдумывать новые. Одним словом, реальные события, по крайней мере в большинстве случаев, нельзя перенести в сценарий в непосредственном виде, что неизбежно приводит к их упрощению и искажению. Разумеется, фильм может получиться хорошим, однако фраза смотрится в титрах уже сомнительно. Особенно неприятно видеть это участникам событий и людям хорошо осведомлённым о них. Более того, некоторые фильмы повествуют о событиях, которые имели место совсем недавно или даже происходят до сих пор. Этим событиям ещё не дали объективную оценку историки, политологи или биографы. Получается, такие фильмы формируют мнение о человеке, который живёт с нами здесь и сейчас, что мешает объективному восприятию его фигуры. Среди самых известных случаев хочу привести историю с фильмом «Снайпер» 2014 года, режиссёром которого выступил Клинт Иствуд. В нём рассказывается самым успешным американском снайпере по имени Крис Кайл. Во время службы в Ираке он убил 255 противников, из которых 160 официально подтверждены. Фильм восхваляет Криса как настоящего американского героя, а вот только погиб он не совсем героически. 2 февраля 2013 года он отправился со своим другом на стрельбище. Также они решили взять с собой ещё одного ветерана Иракской войны Эдди Рута, который впоследствии их застрелил. 24 февраля 2015 года, то есть примерно через год после выхода фильма, Рут был приговорён к пожизненному заключению, без права на досрочное освобождение и пересмотр приговора. Есть мнение, что на решение суда повлиял фильм, что вполне возможно, ведь вышел он очень вовремя и был популярен в прокате. Подводя итог, скажу. Кино требуется правдоподобие, а не абсолютная правдивость. Сочиняя историю, вы создаёте мир, который функционирует по определённым законам. Приняв законы вашей истории, зритель почувствует себя одураченным, если вы их нарушите. Фильм должен оставаться непротиворечивым и достоверным, но ровно настолько, насколько это требуется, чтобы вызвать отклик в душе зрителя и убедительно донести свою мысль. Помоги набрать этому видео 500 лайков, и я с удовольствием выпущу продолжение темы. Также, если тебе интересно, что общего у классической музыки и грайндкора, жми на ссылку справа. Ну а если хочешь послушать крутые рок-каверы на попсовые песни, а также музыку из фильмов и игр, тебе налево. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok